Порой в нашей жизни происходят удивительные события, а иногда они могут быть даже шокирующими. И очень здорово, что мы с вами живем в современности с развитыми технологиями. Если бы какое-то из этих событий произошло раньше, никто бы не поверил, что такое вообще возможно. Но, к счастью, все эти моменты, произошедшие за последние десятилетия, были запечатлены на камеру. Привет, вы на канале НСК Шоу, и сегодня будет интересно. Странное явление в тоннеле Колумбии Недавно в Колумбии начало происходить одно необыкновенное явление, объяснение которому найти очень сложно. Это происходит в одном из тоннелей, съемку в котором удалось провести простому очевидцу. Надо признать, это отважный парень, поскольку большинство при виде подобного будет думать, как же свалить побыстрее с этого злополучного места. Итак, вернувшись к тоннелю, скажу, что записать видео невероятно странного атмосферного явления удалось снять сразу с двух разных ракурсов. На этих кадрах видно какая-то субстанция неизвестного происхождения. Такой себе гигантский желтоватый пузырь, напоминающий завесу из песка. Но самое странное, что эта завеса мгновенно возникла из-под дорожного полотна, словно пульсировала, а затем просто и быстро исчезла, тем самым открывая проход в тоннель. Конечно же, такой шокирующий феномен наводит ужас на местных жителей, и это совершенно неудивительно. Но как можно объяснить данное явление? И что это вообще такое? Некоторые физики объясняют это тем, что происходит гидродинамический удар из-под земли. Из-за разницы давления в грунтовых водах ближайших рек и воздуха в самом тоннель, транспортное средство, проезжающее вдоль, выступает в качестве некоего поршня. А затем это удивительно хитрое стечение обстоятельств создает идеальные условия для так называемой стоячей волны. Однако под такое колебание попадает и влажность в конкретной области, и не только воздушная масса. Именно это с периодичностью прохождения автомобиля вдоль расширений тоннеля включает и выключает точку росы в определенном месте. Стоит отметить еще одно мнение специалистов. Они предполагают, что в том случае, если данный тоннель и правда простилается под дамбой Итуанго, то это не слишком хорошо. Вряд ли такой расклад приведет к чему-то положительному. Скорее наоборот. На конструкции плотины это скажется весьма неблагополучно. Ледник, скользящий по шоссе. Январь 2020 года. В январе 2020 года в северной части Индии произошло одно очень интересное событие, которое однозначно заслуживает вашего внимания и, конечно же, лайка. Все дело в том, что вследствие мощных снегопадов там было объявлено чрезвычайное положение. И вот как результат деятельности природы случай произошел на трассе Химачал-Парадеш. На вид Трамбоу, являющийся сотрудником Индийской налоговой службы, стал очевидцем данной ситуации. Именно он запечатлел на свою камеру кадры не то снежной лавины, не то ледника, который захватил всю дорогу. Этой новостью он поделился на своей странице в Твиттер. «Преходилось ли вам когда-нибудь наблюдать за движущимся ледником в режиме реального времени?» Написал Трамбоу. «В тот день была самая настоящая реальность, поверить в которую достаточно сложно, но я видел все своими собственными глазами», добавил он в конце. К слову, на этом видео вы можете видеть, как многие туристы и просто очевидцы до последнего пытались снять или сфотографировать данное природное явление. Однако после увиденного многие из них выступили против высказываний Индуса и даже попробовали оспорить его слова. Они считают, что это был вовсе не ледник, а самая настоящая часть лавины. В тот момент находящиеся там люди были сильно напуганы тем, что эта громадина начала ускоряться в своем движении. Стоит сказать, что снега было такое огромное количество, что он возвышался на пару метров. Все стоящие на пути транспортные средства тоже пострадали, поскольку их полностью накрыл снежный покров. Но почему эти очевидцы не спасали собственные жизни, а наблюдали за происходящим, наверняка хотели бы вы спросить. Да, надо признаться, что у многих комментаторов в интернете этот вопрос тоже волновал. К счастью, сильных повреждений территория не понесла. Но в зоне риска были сразу пять населенных пунктов. Вот насколько природа может быть непредсказуемой и показывать нам то, чего мы от нее совершенно не ожидаем. Игры с белухой Наверняка для многих из вас не станет секретом тот факт, что уже на протяжении многих лет люди и киты-белухи сотрудничают вместе. Да что там говорить, рев этих морских животных вообще является классикой звука, вдохновляет даже русских поэтов. Только вам стоит помнить о том, что белуха и рыба-белуга – это два абсолютно разных жителя морских глубин. И сегодня мы поговорим именно о белых китах. Итак, в фейсбуке и твиттере не так давно появилось одно очень интересное видео, которое выставил в сеть один из участников экспедиции – Алан Коуэн. На своей странице он написал так «Белуха празднует победу антилоп где-то недалеко от Южного полюса». Как сообщают многие спортивные телеканалы, именно антилопы, то есть сборная команда ЮАР, завоевала Кубок Мира по регби. Но, конечно, это все шутки. Ну а теперь животное доказало всем, что способно вплотную сотрудничать с человеком. Эти кадры были сделаны во время поездки южноафриканского исследовательского судна «Джемини Крафт» к Северному Ледовитому океану. Один из членов команды, как ни в чем не бывало, решил сыграть с белухой в регби. Условно, конечно. Но суть это вовсе не меняет. Парни кидали огромному киту мяч, а тот, в свою очередь, переносил его обратно. Все это выглядит весьма впечатляюще. Кстати, в своем посте Алан Коуэн также добавил, что само нахождение этого морского обитателя в антарктических водах немного удивляет. Поскольку белухи, как правило, обитают в северных и приполярных водах вокруг Северного полюса. Эти китообразные имеют очень высокий уровень интеллекта, а когда они передвигаются своими стаями, то способны издавать звуковые сигналы на собственном языке, так сказать. И, к слову, вы наверняка слышали фразу «реветь белухой». Так вот, она пошла именно от способностей этих морских животных. В любом случае, смотреть за всем этим процессом игры в регби очень приятно. Утоление жажды. Не так давно в Южной Индии на протяжении целого месяца наблюдалась экстремальная засуха в связи с погодными условиями. Такие погодные условия, а также практически полное отсутствие воды, толкают многих лесных обитателей на поиски питья поблизости с людьми. И вот эта королевская кобра не стала тому исключением. Она приползла в ближайший поселок на окраине Карвар в надежде раздобыть хоть малость воды. Ни для кого не секрет, что эти пресмыкающиеся могут быть крайне опасными. Однако, сострадание местных жителей было куда сильнее их страха. Увидев обессиленную королевскую кобру, люди вызвали отряд лесничих, которые позаботились о ней, как о ребенке или раненом человеке. Возможно, они руководствовались теми знаниями, что такие змеи, как правило, пытаются избегать конфронтации с людьми. В любом случае, они были уверены, что кобра приползла в поселок только из-за сильной жажды и решили ее спасти. Сначала один из зоологов поднял рукой хвост змеи, чтобы исключить возможность нападения на того мужчину, который взял на себя смелость напоить животное. К счастью, никаких признаков атаки не последовало. Тогда спасатель плеснул на голову кобры небольшое количество воды. Я думаю, что для охлаждения. После этого он протянул при смыкающейся хищнице бутылку с водой, чтобы та просто попила. И что вы себе думаете? Она действительно начала утолять свою жажду. Конечно же, зоолог все это время крепко держал кобру, обеспечивая себе необходимую защиту при возможном варианте атаки. Но все это было лишним. Змея не собиралась проявлять агрессию по отношению к своим спасителям. Только представьте, после проведенных замеров королевской кобры, выяснили, что ее длина составляет 3 метра 65 сантиметров, что достаточно много. Ее доставили в ветеринарную лечебницу, а после осмотра отпустили на волю. Чтобы лучше понимать ситуацию, скажу, что этот вид ядовитой змеи является наиболее крупным в мире. Максимально присмыкающаяся может достигать около 5,5 метров. А смертельно опасный яд действует всего за 15 минут. Пылевая буря. Штат Аризона. 5 июля 2011 года. В Америке 5 июля 2011 года сильно пострадал город Феникс, столица штата Аризона. Дело в том, что его накрыла беспощадная песчаная буря, скорость ветра которой местами достигала 70 километров в час. Были даже отдельные участки, где пылевое облако протянулось на 80 километров. Сильнейшее проявление стихии, конечно же, вызвало масштабное отключение электрической энергии повсюду. А также были задержаны все рейсы воздушного транспорта. Ко всему прочему, в центре Феникса разгорелся пожар. А все из-за порванных проводов от огромного количества поваленных деревьев. Как сообщила Национальная метеорологическая служба, дальше облако пыли накрыло еще три города. Но уже с порывами ветра около 100 километров в час. Эта буря пришла из местной пустыни. И что интересно, ее считают частью летнего муссонного сезона в штате. Стоит признаться, что данное зрелище невероятно устрашающее. Ведь спрятаться от него попросту невозможно. Поэтому совершенно неудивительно, что было объявлено чрезвычайное положение. Только вообразите, на расстоянии в 50 метров не было видно вообще ничего. Весь воздух заполнился частицами пыли и песка. А также загрязнились все водоемы. Что, конечно, создало новую проблему с поставками чистой воды. К счастью, все это закончилось. И за последнее десятилетие больше не повторялось. Хотя кто знает, чего ожидать в будущем. Как видите сами, наш мир уникален и неповторим. И как же все-таки здорово, что мы живем в то время, когда все происходящее можно с легкостью запечатлеть на камеру и поделиться этим со всеми жителями нашей планеты. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео. Ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok